Ролики по сравнению с тем, что будет сейчас происходить, были цветочками. Ведь выбрать базу, разобраться с авторитетом и так далее, это можно сделать и на аукционе. Просто вбив поиск, и оно вам все покажет и выдаст. Ну и при наличии рубинов вы можете это купить. Но что же касается крафта. Здесь все намного сложнее, ведь вариантов крафта огромное количество множества. И способов тоже много. При выборе предмета делаем его белым цветом. Предварительно, перед тем как начать крафтить предмет, нужно накинуть на него качество. Это делается в первую очередь. Качество закидывается сущностью наделения качеством и может варьироваться от 1 до 20%. После того, как мы наложили на предмет хотя бы 10% качества, далее, если у вас есть, или если вы этого желаете, вы можете накинуть сущность изменения качества. Это легендарная сущность, которая меняет качество предмета от минус 5 до плюс 10. То есть в примере 10% качества на предмете он может стать либо плюс 5, либо плюс 20. Максимальное качество на предмете доступно на данный момент 30. Соответственно, если вы поймали желтой сущностью качества 20%, накинули на него сущность изменения качества и получили плюс 10, то, соответственно, вы получили плюс 30. Далее, после того, как вы накинули качество, вы получили офигенную базу, можно накинуть авторитет. Я называю его влиянием, потому что очень долго поиграл в пассовый зал, так что извините. Авторитет. Их 12. Ровно только сколько богов в игре. Но на данный момент игра у нас ограничена и у нас всего 8 богов. Поэтому, вот вам такое отступление. В данном случае 8 богов. Перечислять все я не буду. Расскажу и покажу на примере авторитета Алисы. Авторитет. Что это такое? Это наделение предмета дополнительными свойствами. А именно, дополнительным свойством базы предмета и дополнительными вариантами крафта в виде префиксов и суффиксов. Префиксы и суффиксы авторитета посвечены синим значком. А при наложении их на предмет, они на предмете помечаются другим синим значком. Ну, либо желтым. В любом случае будет цвет ауры.